Всем привет! В эфире Универньюз. О самых интересных новостях расскажу вам я, Олег Кашин. Биологи получили свои заслуженные дипломы. Как лечат эндокринные заболевания в университетской клинике? Этим летом луна окрасится в красный цвет. Свои первые дипломы бакалавра получили выпускники Института фундаментальной медицины биологии КФУ. Анна Глазунова пообщалась с биологами и узнала о самых ярких впечатлениях за время учебы, а также какие планы на будущее у выпускников. Заветные дипломы получили выпускники биологи Казанского федерального университета. В актовом зале Института фундаментальной медицины биологии КФУ прошла торжественная церемония. Вручал диплом выпускникам директор Института фундаментальной медицины биологии Казанского университета Андрей Кьязов. Во-первых, я вас всех поздравляю. Во-вторых, мне вас всех жаль. Потому что некоторые из вас, но не все, покинут стены университета. В этом году свои дипломы получили 185 бакалавр-вощников. Своими эмоциями и планами на будущее с нами поделились выпускники. Самая яркая практика летом. То, что после школы мы сразу же перешли на практику буквально по два месяца. Ездили на практику на Кавказ в горы и это было просто волшебно. Планирую поступать сюда же в магистратуру по своему направлению. Продолжать учебу здесь. Эти чувства не описать словами. Я просто в восторге. Это у нас получается самый первый такой важный шаг в жизни. Мы очень-очень долго шли к этому. Я планирую дальше поступать в магистратуру. Планирую оканчивать свое образование как биолог. Но я хочу работать все-таки преподавателем. Я хочу учить деток. Но я не говорю пока университету. Потому что я, наверное, поступаю все-таки в магистратуру. Я не могу попрощаться со своей аниматой. А 6 июля состоится вручение дипломов выпускникам, магистрам, специалистам и бакалаврам-заочникам Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Анна Глазунова, Леонарда Влетьяров, Универньюз. Татарстан является эндемичной республикой. Каждый десятый житель имеет проблемы с сахарным диабетом, щитовидной железой или страдает ожирением. Как врачи университетской клиники помогают пациентам, об этом наш следующий сюжет. Наш район, Татарстан, он эндемичен в плане заболевания щитовидной железы и ее дефицита. Поэтому эта проблема тоже касается и нас в том числе. Но основной пул – это все-таки пациенты второй тип диабета и ожирения. Потому что это сейчас проблема мирового масштаба. Университетская клиника Казанского федерального университета с 2013 года имеет в своей структуре отделение эндокринологии. Но существовать в рамках маленького отделения, когда в республике есть реальные проблемы с данными заболеваниями, достаточно тесно. Поэтому был создан целый центр эндокринологии. Особенность эндокринологических центров расположена в поликлинике в том, что здесь пациент может медицинскую помощь получить как на консультации врача-эндокринолога, плюс фишкой нашей поликлиники является то, что есть врач-эндокринолог, хирург и еще онколог. И непосредственно то, что после консультации этот пациент может быть направлен либо, если есть необходимость на лечение в дневной стационар, либо, опять же, он может продолжить лечение у себя на дому. Эндокринные заболевания считаются болезнями богатых. Зачастую в ухудшении самочувствия виноват сам пациент. Это больше даже болезнь цивилизации, потому что появляется больше средств для передвижения, меньше пациентов, меньше людей начинают двигаться, больше фастфуда, меньше здорового образа жизни, как такового, меньше здорового питания. И, соответственно, все это ведет к тому, что появляется избыток веса, а в дальнейшем и как фактор развития более таких глубоких заболеваний, это сахарный диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания порно-двигательного аппарата, которые наслаиваются уже на избыток веса. Высокая квалификация специалистов, многолетняя практика и современное оснащение – вот то, что формирует эндокринологический центр университетской клиники. Нужно отметить тот факт, что мы в своем кабинете имеем аппарат УЗИ, то есть мы на самом приеме непосредственно можем пациенту провести УЗИ-диагностику щитовидной железы, поставить предварительный диагноз, и, если необходимо, также проводится и пункционная биопсия щитовидной железы. То есть пациент на приеме получает не только консультацию врача, но также проводится УЗИ-диагностика, и по необходимости, по показаниям, проводится и пункционная биопсия узлов щитовидной железы. Но главная профилактика и защита от сахарного диабета и ожирения – это не аппарат УЗИ, а здоровый образ жизни и правильное питание. Олег Ашин, Ленардо Валитьяров, Универньюс. Этим летом жители России смогут наблюдать сразу два астрономических явления. 27 июля луна окрасится в красный цвет из-за сближения Земли и Марса. Подробнее об этом расскажет Аделя Шамилова. Лето 2018 года удивит природными сюрпризами. Жители многих городов России смогут увидеть максимальное за 15 лет сближение Земли и Марса и самое продолжительное лунное затмение за столетие. Оба этих астрономических явления выпадают на 27 июля. В один и тот же день они произойдут впервые с 1830 года. Марс вступит в великое противостояние с Солнцем и приблизится к Земле на минимальное расстояние. В результате этого он станет третьим по яркости объектом в ночном небе, опережая по этому показателю Юпитер и уступая лишь Луне и Венере. Если говорить, что Марс приближается к Земле на достаточно близкое расстояние, то, соответственно, это про Марс, если говорить. То это бывает, видите, ну, может быть, не так часто в истории человечества. Так, а вот Луна, если смотреть явление, которое называется лунным затмением, еще раз повторяю, она окрашивается в этот свет, но гораздо интереснее наблюдать Луну, просто Луну, когда она светит у нас на небе. Если телескоп рассматривать, вы увидите горы, вы увидите лунные моря, о которых сейчас, кстати, идет большая дискуссия, что же это такое. Что касается грядущего полного лунного затмения, оно начнется в 21.24 по московскому времени, продлится 3 часа 56 минут и станет самым длительным подобным явлением в 21 веке. Продолжительность полной фазы затмения составит 1 час 44 минуты, входя в тень Земли. Луна приобретет красноватый оттенок, из-за чего ее порой называют кровавой. Понаблюдать за редким астрономическим явлением можно в обсерватории Казанского федерального университета, но лишь при одном условии – если позволит погода. Пасмурные тучи и облачность могут стать неслабым препятствием для наблюдения редкого астрономического явления. Я хочу сказать следующее, что тут зависит все от погоды. То есть, если погода будет хорошая, то обычно в таких датах мы делаем здесь специальные просмотры, и, соответственно, телескопы, и небольшие телескопы, малые телескопы. Но еще раз говорю, мы всегда предупреждаем, если будет хорошая погода. Уже известно, что видимый диаметр диска планеты увеличится почти вдвое и будет представлять из себя яркую оранжевую точку. В следующий раз подобное явление, которое иногда называют полномарсием, будет наблюдаться лишь 15 сентября 2035 года. Аделя Шамилова, Универньюс. Сборные Бразилии и Бельгии сыграют 6 июля на стадионе «Казань-Арена» в рамках четвертьфинала Чемпионата мира по футболу 2018. Наш корреспондент решил узнать, кто же из них выйдет в полуфинал. 6 июля в Казани пройдет один из первых матчей на паре «Бельгия-Бразилия» и четвертьфинала Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. В Казани уже прибывают болельщики обеих сборных, а спортсмены активно тренируются. Детально изучают игру соперников и вырабатывают тактику предстоящего матча. Предстоящая игра между командами «Бразилия» и «Бельгия» без сомнения станет одной из самых статусных на Чемпионате мира по футболу 2018. Предыдущие этапы Чемпионата мира уже отсеяли немало команд, на которые болельщики возлагали самые смелые надежды. Но после вылета Германии именно «Бразилия» и «Бельгия» сохраняют высокий статус. Сборная «Бразилия» на текущем мировом первенстве показала высокий уровень обороны, но в матче со Швейцарией защита оказалась не столь эффективна. И если Швейцария смогла забить, что помешает сделать то же самое бельгийцам. Мы решили выйти на улицу города Казань и узнать у болельщиков, что же они думают о предстоящем матче между Бразилией и Бельгией. Прямую трансляцию игры «Бразилия» и «Бельгия», кроме центральной зоны фанатов около чаши, увидеть матч можно и в жилых комплексах спальных районов города. Новые фан-зоны появились в парке «Весна» и в Царево-Вилледж. Диана Шилова, Ленат Аблесьяров, Универньюз. На этом у меня все, но уже завтра мы снова увидимся с вами в прямом эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова